Ну что, ребят, ролик по поводу битка. У нас индекс страха и жадности на уровне 56 и, соответственно, у нас, конечно же, вчера выходили новости еще вечером, что Binance уволила более тысячи сотрудников. Это у нас сообщала еще Wall Street Journal. Ну и, согласно данным, увольнение компания может потерять до третьей своего персонала, примерно даже до 8 тысяч человек. И поскольку готовиться к следующему крупному бычьему циклу, стало ясно, что нужно сосредоточиться на плотности талантов и организации. И это не оптимизация численности персонала, а скорее переоценка того, что если у нас специалисты необходимыми навыками, опытами, получается, на ключевых отраслях и на ключевых ролях. И также Binance ранее покинула группа топ-менеджеров и в числе ушедших руководителей директор по стратегии Патрик Хиллман, старший вице-президент по комплайенсу Стивен Кристи и главный US-консульт Хан-НГ в бот. И в марте CFTC подала гражданский иск против Binance, также у нас SEC продавала иск против Binance, ну и говорят, у нас уволили также у нас около 150 человек за присутствие там что-то в США. И в начале июля Колин Ву сообщил, что биржа начала сокращение штата, которое составит до 20%. Ну и вот у нас сократит даже 30% штата, у нас говорят, но это тоже своеобразный негативчик подлили. Ну и вот новость, кстати, вышла еще вчера в 12.30 на Wall Street Journal, имейте это в виду. Лобинанс также поделился планами в честь 6-й годовщины биржи. И получается, 14 июля у нас появилась на данный момент крупнейшая биржа Binance и стала топ-1. Как оказалось, мир предпочитает людей, которые поступают правильно. И получается, у нас говорят, что ввели запрет на криптолюдные биржи у нас в Китае. И возмещение пользователям у нас 6 миллионов долларов из личных средств компаний. Тогда сумма составляла 40% от общего бюджета фирмы. Сизир рассказала сложное криптоземье 2018 года, конечно же. Второй спад был в 2022 году, но Binance была минимально подвержена большинству катастрофических событий. Также еще SEO биржи напомнила об инвестициях Таралуна у нас еще в 2018 году. Ну и компания до сих пор не продала ни одного токена Луна. Ну что-то я сильно в этом сомневаюсь, но там уже, конечно, виднее им. По словам Сизи, первоначальное вложение 3 миллиона превратились в 1,6 миллиарда на пике, а затем упали почти до нуля. Ну и также говорят, что в 2023 году увидели, что рынок начал восстанавливаться, но увидели более пристальное внимание регулированных органов к индустрии. И Binance обязана взять на себя инициативу работать с ведомствами по всему миру, чтобы продвигаться и продвигать отрасль вперед. Ну и подытожив, он привел статистику платформы 140 миллионов пользователей по всему миру, 12 практически миллионов клиентов стейкингового сервиса Binance Earn, потом 1,5 миллиона человек у нас в 70 странах воспользовались платежным сервисом Binance Pay, 24 миллиона держателей как Binance Card, это довольно-таки внушительно. У нас цифры, да, 39 миллионов продаж на Marketplace и Binance NFT. Binance Labs инвестировала в более чем 200 проектов, 28 миллионов долларов у нас, получается, компания выделила на благотворительность. Ну, опять же-таки, такую сумму можно и за день заработать, ну, для них это не проблема. И напомним, выявлено, назначила, получается, Элеонора Хьюза на должность генерального US-консульта и запрещаем 15-летний опыт работы в SCADEN, ARP, SLATE, MAJOR, FLOM, получается, с фокусом на судебных делах и спорных вопросах. Ну, и также вышла новость, почему биткоин достигает 13-месячного максимума благодаря двум основным трейдерам. Ну, и получается, у нас, конечно же, говорят, что победа в суде. Apple против всех, ну, я думал, они скажут BlackRock, но за BlackRock уже все забыли. И, получается, естественно, цена у нас летела, сантимент у нас говорит, что, конечно, активность повысилась. Ну, и в то время, как все смотрят на огромный риск, рост, вернее, XRP, биткоин незаметно преодолел свое сопротивление, да, впервые с июня 25-го года. Ну, и второе, повеличение капиталюто Эфириум также это сделало. Ну, и помимо, получается, у нас суда, конечно же, говорит, что трейдеры среднего уровня демонстрируют самые большие признаки накопления битка. Ну, конечно, по 30 тысяч, как же иначе. Потом Паулу Ардуино, у нас, да, основатель тизера, объяснил причину выпуска 1 миллиарда USDT, то есть эта новость где-то проскакивала, но не, скажем так, в общем доступе, и где-то я тоже в комментах слышал, что они напечатали еще 1 миллиард. Но, опять же-таки, печатается для того, чтобы либо обвалить цену и выкупить, либо, соответственно, для того, чтобы в дальнейшем пропампить этот рынок и, ну, вероятнее всего, закупаться. И выпуск 1 миллиард на базе Tron показал популярность тейблкоина на сети Tron и высокого спроса. Ну, и, получается, старался успокоить обеспокоенных криптоинвесторов и по поводу того, что на базе сетей Tron и ETH, и, по словам представителей, это лишь перераспределение ликвидности. Ну, понятное дело, что он еще скажет. И также говорит, что у нас капитализация растет опережающими темпами. За последние три месяца поднялся у нас показатели на 2,6 миллиарда, и в то же время у основного конкурента капитализация упала, и у USDC на 4,6 миллиарда, о чем я говорю, что USDC может искомануть, поэтому имейте это в виду. Ну, и по поводу доминации давайте глянем, что у нас происходит вообще по альтам, по цифрам. Ну, с утра я смотрел, еще были отметочки у нас, получается, растущие по USDT. Сейчас у нас снижение. Давайте глядем ради интереса по USDC. В принципе, аналогичная ситуация. Давайте глядем биткоин-доминацию, что у нас происходит. Биткоин-доминация у нас, кстати, снижается, что является признаком того, что могут некоторые альты у нас показывать какую-то динамику. Ну, посмотрим, как будет на самом деле. Пока что у нас наблюдается снижение по, кстати, эфиру локальное снижение. По поводу BNB небольшой подъем, но, опять же-таки, там лаунчпад Arkham, поэтому имейте это тоже в виду. И после лаунчпада обычная цена у нас падала. Доминация BNB, в принципе, показывает такую же динамику, как и, получается, рост самого XRP по стеллеру снижения. Ничего особенного. Давайте глянем, что у нас происходит. Образовался ли у нас какой-нибудь гэп на бирже CME. Ни гэпа никакого нет. Если по поводу, соответственно, так как у нас выходной, то, соответственно, у нас ни бирже CME, ни, соответственно, фондовый рынок сейчас не работает. Ну, давайте глянем, что у нас индекс доллара, как он завершил день. В принципе, наблюдается отскок. Ну, и, в принципе, пока что ничего сверхъестественного не произошло. По поводу биткоина. Топчемся на одном месте. В принципе, наблюдается небольшой отскок. Но, пока что, давайте посмотрим, что у нас по Альте-Альтишке происходит. По 1 инчу наблюдается выкуп. По алгоренду то же самое. То есть, закрепились обратно за этот уровень. Сбыли шарты. Опять потом сбыли ланги. И после этого дальше вниз. Давайте глянем, что по Аде-Кардана. То есть, опять же-таки, тут по ней локальные хаи. Нужно иметь в виду, может ли она пробить эту туре и не пойти выше. Конечно же, может. Но, опять же-таки, заходить на хаях локальных я смысла никакого не вижу. По ZCash тоже аналогичная ситуация. Давайте посмотрим, что у нас происходит. По Дэшу и по остальным монетам. По Дэшу наблюдается выкуп. Кстати, по Монаре тоже у нас побыли ланги. Я об этом предупреждал. В принципе, сейчас наблюдается тоже выкуп. Давайте посмотрим, что у нас по таким монетам, как Bitcoin Cash. Соответственно, EOS. Эти монеты обычно выступали у нас тоже своеобразными индикаторами, так как они стоячки рынка. По Bitcoin Cash, кстати, самое интересное, что у нас наблюдается снижение бритья лангов. По поводу EOS. Давайте посмотрим. То же самое сейчас. У нас восходящий вот этот клин. Ну, вот эта восходящая формация. Канал этот продолжается. Но, опять же-таки, не значит, что это все не будет побыто вниз. Давайте посмотрим, что у нас происходит по поводу BNB и по поводу эфера, я думаю. По поводу BNB, поджатие наверх, пытаемся пробить уровень 261,5. Потом давайте глянем эффект, что у нас происходит по поводу эфера. То же самое на текущем этапе. Сбыли шарты, сбыли ланги. Сейчас консолидируемся на одном месте. Опять же-таки, наблюдая за ситуацией, в принципе, если кто ждет альцезон, это все, конечно, возможно, потому что доминация сейчас падает. Но, опять же-таки, я допускаю того факта, что если доминация внезапно сейчас развернется и придет резко обновлять какие-то максимумы-миниумы, то, соответственно, у нас может продолжиться дальнейшее падение и спад альтов и обновление их минимума. Ну, опять же-таки, сейчас наблюдается коррекция. Здесь было нечто подобное. То есть нужно это иметь в виду. Я допускаю, что ситуация может быть похожа. Как раз-таки вот 2018-2019 год. Здесь было падение вообще-то на 18%. Поэтому даже если мы... Ну, прям сюда я не думаю, что мы спустимся, потому что мы сломаем уже вот этот тренд. И смысла ломать его не имеет. Но, в целом, ситуации подобные уже были. Здесь, допустим, глянем, сколько здесь было. Падение на 10%. Здесь давайте глянем, насколько было. Ну, около 5%. Но даже если мы спустимся вот сюда, я не думаю, что это будет прям критично. И тренд сломан особо не будет. Вот. По поводу, кстати, доминации эфира. Чего я хотел показать, что она находится на глобальных хаях. И нужно иметь в виду, что она вполне может спуститься, если у нас цена упадет. Поэтому те, кто надеется, что все уже закончено, я считаю, нихера еще не закончено. Потому что, особенно, когда начнут понижать ставку, то у нас может начаться жесткое укатывание. По поводу XRP. То есть, да, он взлетел в моменте. Доминация его подросла. Но, как мы видим, на донных значениях все находится абсолютно никому не нужен. Давайте глянем BNB. Ради интереса то же самое. Сейчас ситуация похожая, как у нас пришли мы к вот этим донным значениям. Вот здесь есть некий уровень поддержки. Но, опять же таки, нужно обратить свое пристальное внимание на то, что, в принципе, если мы пробиваем, мы можем упасть минимум вот сюда до 2.3. Ну, а потом спуститься вообще вот сюда вот. Поэтому я не был настолько наивным и думал, что все уже закончилось по поводу. USDT. Кстати, сейчас у нас находится на хаях. То есть, это говорит о том, что пока что у нас киты пытаются удерживать вот эти донные отметки, делают накопления. Ну, и, в принципе, если у нас будет дальнейший выход наверх, то и будет означать, что киты у нас фиксируются. Если пойдем ниже, то, значит, киты, наоборот, у нас загружают свои USDT в альты и в биткоин. Поэтому пока что топчемся на одном месте. Если закрепление пока что за 6.5, здесь 5, получается, и 8 не произошло, то бояться пока что нечего. Но потом уже будем наблюдать за ситуацией. Ну, и, в принципе, новости, естественно, подогнали ради того, чтобы люди испугались. Ну, пока, как мы видим, большинство еще ожидает продолжения движения. Посмотрим, будет ли так на самом деле. И пока что наблюдаем. Если интересуют более подробные рекомендации, все будет в закрытом клубе. Всем удачи, всем пока. Ну, и пока что. Купим стейблы.